Доброе утро! Сегодня День Учителя. Поздравляем вас с этим удивительным, прекрасным праздником. Даже последний мерзавец все равно помнит свою первую учительницу, ибо она является второй матерью. Поэтому желаю, чтобы ваши дети, внуки учились в самой современной школе. Но надо помнить, что наша школа была лучшей в мире, когда она питала все лучшее из русской и советской школы. Сегодня открытие сессии совпадает с годовщиной расстрела парламента. Тогда расстреливали советскую власть, и рано 1993 года проложает кровоточиться. Многие наши беды сегодня оттуда. Поэтому, открывая сессию, думаю, президент вспомнит и об этих событиях, и предложит варианты выхода страны из кризиса. Последние два форума, московский, финансовый и сочинский, никаких новых предложений, кроме кудринской каши, не внесли. По-прежнему давайте продадим последнее, ляжем под американцев, и все сделаем для того, чтобы обобрать граждан. Для нас такая политика неприемлема. Мы считаем, она не просто тупиковая, а разрушительная. Поэтому многое будет зависеть и от качества формирования руководящих органов Государственной Думы. Выборы председателя Думы – это не просто выборы человека. Руководителя – это выборы одного из тех, кто входит в пятерку главных действующих лиц страны, главных политиков, которые входят в Совет Безопасности. И при различных обстоятельствах эти люди должны будут определять судьбу страны. А если учесть, что выборы проходят на фоне тяжелейшего финансо-экономического кризиса, который поразил страну, сегодня он не просто поразил нашу страну. Хочу напомнить, что предыдущий выбор в Государственную Думу обошелся стране в 90 триллионов рублей. В 2012 году темпы роста ВВП были 3,4%. За эти пять лет, по сути дела, обрушили на 7%. Мы недополучили почти 90 триллионов рублей продукции. Это 35 триллионов бюджета. В результате того финансо-экономического курса, который проводила в прошлом сезоне «Единая Россия», мы потеряли два государственных бюджета. Если продолжится такая политика и далее, ничего хорошего стране это не принесет. Более того, сегодня выборы руководства будут проходить на фоне санкций, на фоне угроз военной опасности. Эта опасность становится реальностью для нас. Поэтому мы должны помнить об укреплении безопасности. Но никакой безопасности не будет, если и дальше казна будет пуста. А правительство Медведеву предлагает на новый срок, на следующий уже год, обрезать бюджет еще почти на 500 миллиардов рублей. Прежде всего, урезая всю социально-культурную сферу, без которой никто никогда в жизни не проводил модернизацию. Если вы не вкладываете в модернизацию, в развитие образования, науки и здравоохранения примерно по 7% в каждую отрасль, около 20% от расходной части бюджета, вы не можете рассчитывать ни на выход из кризиса, ни на проведение элементарных современных преобразований. Надо учесть, что это происходит на фоне массы обнищения граждан. Уже в стране 72 человека из 100 живут на 15 тысяч рублей менее в месяц, а дети войны вообще влачат жалкое существование. 10-12 тысяч, эти деньги бесценились двое. Короче говоря, будем проводить выборы, прекрасно понимая, что предыдущая политика привела за 10 лет к 6 годам тяжелого финансового кризиса, массу обнищения граждан, усиление военной опасности и потеря реального авторитета, веса и влияния нашей страны. В этой связи мы будем участвовать в выборах. Мы накануне выборов в Государственную Думу предложили программу «10 шагов достойной жизни», которая хорошо воспринята нашим обществом. Мы полагали, что пройдут полноценные дебаты, прежде всего, с партией власти, но вместо этого получили эффективную политическую систему, где 77 партий, 14 партий в дебатах. Вот тебе две минуты отвечая на все вопросы, как ты будешь крепить оборону, развивать социалку, формировать новую экономическую политику. Все это похоже на дурной и плохой КВН. Это время оказалось не просто потерянных, но была сконструирована впервые в истории думских выборов схема, по которой каждому нарезали свою делянку, и многие регионы толком так и не посчитывали в ходе выборной кампании. Можно привести немало примеров, но приведу четыре республики примеры. К слову сказать, криминальная зона Дагестана и Ростова расползалась на все по Волжье и превратилась вообще в схему нарушения элементарных прав граждан страны. У нас в Татарстане было время, когда все голоса ссыпали в урну господина Ельцина. Тогда я с ними судился три года. Даже Верховный суд вынужден был признать, что 600 с лишним тысяч у меня украли, вернули. Но заявили, что это не изменяет окончательные результаты выборов. В этот раз они вернулись в той же схеме. Вот вам меньше 5% и будьте здоровы. Но рядом Башкирия, та же республика, те же условия, также ситуация. Там мы набрали почти 20%. В Мариэл в свое время местный глава настолько отвязался, готов был передушить инородные предприятия. Мы туда привозили 2000 молодых людей, отбили от бандитов предприятия. Сказали, будем контролировать карты участка. И туда привезли 1500 наблюдателей, закрыв все участки. Мы там получили почти 28% и победил Казанков, сын Казанкова, лучшего нашего предприятия. В одномандатном округе, рядом Мордовии, продолжили ту же схему, которая была в прошлый раз. Все голоса сыпали в ведро по имени Единой России и сказали, что все это правильно и объективно. Это откровенное жульничное, которое унижает страну и разлагает общество. Мы сделали официальное заявление, где прямо заявили, что эта жульническая система выборов не отменяет того, что пришло время серьезных перемен и кадров укрепления всех звеньев. Сегодня система власти приобрела абсолютно уродливый характер. У президента полномочий больше, кто бы там ни был, чем у царя и генсеков вместе взятых. Правительство полностью составлено из тех, кто выполняет строго волю, но не прислушается, особенно финансово-экономический блок, к настроению граждан страны. Если взять и три четверти Государственной Думы, которая протащила власть в новый состав, то это полная монополия на власть. Но надо помнить, любая монополия ведет к загниванию. Здесь лучше не будет. Это предпоследняя стадия окончательного разложения власти и потери элементарного управления. При встрече с президентом мы прямо об этом заявили. Пытаются сбалансировать здесь в руководящих органах, но этого мало. Надо восстановить элементарные нормы демократии и взаимодействие с обществом. Сегодня общество отказалось в массовом порядке идти на выборы. Оно возмущено тем, что реально происходит. Надо будет искать новый курс, новую политику, новые кадры. Мы предложим от нашей фракции, нашей партии кандидатуру Новикова Дмитрия Георгиевича. Он рядом. Познакомьтесь. Человек с хорошей, прекрасной школой, великолепными научными знаниями, знаниями истории, культуры, литературы. Человек, который прошел блестящую закалку в местных депутатских органах и в Государственной Думе, который хорошо освоил все программные документы, знает прекрасно советский, европейский опыт, был на сферировке в Китае. Так что присмотритесь, у нас подрастает новая плеяда талантливых, грамотных людей. У нас кадровой политикой занимается Афонин. Он сегодня формирует новый состав, в том числе и помощников, руководителей. Возносите свои предложения. Мы очень внимательно к этому подходим. Мы заинтересованы в создании мощного консультативного органа, способного осмысливать проблемы и помочь стране мирно и демократично выбраться из крайне сложного и драматического положения. Спасибо. Спасибо.